21 совет из книги «Практические советы обучающимся пению» Фёдора Фёдоровича Витта, певца и педагога. Первое. Вернёмся к постановке звука, к овладению и развитию учеником способности направлять струю выдыхаемого воздуха к основанию верхних резцов, иначе говоря, в маску. Второе. Во время издавания звука сохраняйте ощущение как бы при зевании. Не сжимайте неестественно рта. Это может вызвать ненужное напряжение мускулов шеи. Третье. Открывая рот, расширяйте зев и не белите звук, то есть не давайте вылетать ему в открытый рот, не уперев предварительно в маске. Четвёртое. Вся суть постановки голоса заключается в умении направить звук в маску и удержать его там, уперев у корня верхних резцов. Пятое. Аподжаре ля вочи. Значит, поддерживать звук. Выдерживать же звук, возможно, лишь уперев его в какое-то одно определённое место. И итальянская школа даёт нам это место. Это аподжио исключительно в маске. Шестое. Звук в маске означает, что струя воздуха направлена поющим в самую переднюю часть твёрдого нёба, к краю верхних передних резцов. В этом умении направить звук и удерживать его там во время пения заключается искусство правильной постановки голоса. Седьмое. При переходе к пению произведений необычайно помогает сильно утрированное произношение слов. Старайтесь, чтобы каждый гласный и согласный звук был ясно слышен. Это поможет улучшению дикции и, как уже было сказано, будет выдвигать звук в маску. Восьмое. Гортань никогда не будет занимать один постоянный уровень. И как бы певец ни старался её удержать в одном и том же положении, всё равно он заметит, что гортань то опускается, то поднимается в точном соответствии с регистрами голоса. Девятое. Филировки звука в умении равномерно усиливать и ослаблять его силу кроется главное искусство пения. Кто умеет хорошо филировать, тот умеет петь. Десятое. Филировка. Есть не что иное, как соединение крещендо и декрещендо, то есть усиление и ослабление звука, выдержанного на одном дыхании. Одиннадцатое. Филировки можно допустить ученика лишь после полного обладения дыханием и выработанной привычкой направлять звук в маску. Двенадцатое. Легато и портаменто. Два главных штриха, составляющих основу пения. Двенадцатое. Пение легато – это когда все рядом стоящие ноты связываются между собой. Если нет легато – связанности, то нет и самого пения. Четырнадцатое. Портаменто означает в переводе с итальянского «перенос голоса». Выполняется оно таким образом, чтобы промежуточные тоны не были слышны. Нужно принять за правило, что портаменто кверху делается крещендо. И наоборот. При переносе голоса сверху вниз портаменто поется декрещендо. Пятнадцатое. Подобно тому, как для высокого прыжка гимнастру есть трамплин, во время пения имеется подготовительная нота, стоящая перед высокой. На ней должно быть обращено все внимание поющего. Эта нота и должна стать своеобразным трамплином для последующей. Высокой. Шестнадцатое. Высокая нота, поставлена непосредственно после паузы, берется специальной атакой звука. Старайтесь удержать позицию гортани, предшествующей ноты и при возобновлении дыхания на паузе не забывайте позиции. Не теряйте ее. Семнадцатое. Если у вас от природы сильный голос, не старайтесь удивлять слушателей его мощью. Напротив, стремитесь достигать эффектов при помощи воздушного пианиссимо и мецо-вочи. Восемнадцатое. Пение никогда не должно быть однообразным. Поэтому необходимо постоянное чередование пиано и форте. Девятнадцатое. Если вам случится петь в тяжелых условиях резонанса, при неблагоприятной акустике, никогда не форсируйте звука. Плохой резонанс от форсировки звука не изменится к лучшему. Нужно увеличить только звучность голоса. Стараться как можно более направить звук в маску. Это единственное средство преодоления дурной акустики. Двадцатое. Исполнитель должен в совершенстве владеть разными оттенками звуков, чтобы уметь открыть или же напротив совершенно закрыть его. сделать мрачным, сомбрированным или же сделать светлым, нежным, слабым, тихим. Все эти оттенки необходимы при художественном пении. И по ним вы узнаете настоящего, тонкого артиста с хорошей школой. Двадцать первый совет. Если вы любите искусство, берегите свой голосовой аппарат и всячески избегайте переутомления голосовых связок. Если вы чувствуете общую физическую усталость, не пойте, так как утомление прежде всего сказывается на голосе. При переутомлении организма насилие над голосом вредно. Продолжение следует...